Экопромбанк лишился лицензии 18 августа 2014 года, а 29 сентября арбитражный суд Пермского края признал его банкротом. Конкурсным управляющим утвердили агентство по страхованию вкладов. На начало марта выплаты получили почти 5000 человек. Общая сумма возмещений превысила 2 миллиарда рублей. Но некоторые денег не дождались. Среди них Гульнара Цыганова говорит, что агентство ей отказало, признав вклад фиктивным. Хотя у женщины на руках были все документы, подтверждающие существование вклада. Мало того, продолжалось начисление процентов. Но такие доводы почему-то не повлияли на решение суда. Видимо, это принял суд о том, что мы якобы сделали фиктивно какие-то определенные операции. Тогда получается, нам совсем непонятно. Получается, мы взяли документы, сами сделали, сами печать и поставили. По словам Исцов, одним из ключевых доводов агентства для признания вкладов фиктивными стал непонятный термин «техническая запись». Что конкретно подразумевается в данном процессе под технической записью? То есть, либо это запись компьютера, либо там какая-то иная запись, мы ведь не знаем. Нам представитель агентства не мог ответить. Представители Исцов вспоминают. Аналогичная ситуация была с Банком Славянский в 2009 году. То дело также рассматривал Ленинский районный суд. И тогда иски вкладчиков были удовлетворены. Почему сейчас по-другому, адвокаты и бывшие вкладчики откровенно не понимают. Решение было зачитано только в результивной части, то есть мотивировочную часть. Мы будем иметь на руках после 23 марта и узнаем, что суд принял во внимание, какие доводы АСВ принял во внимание, то есть это агентство, и какие наши доводы не приняли во внимание. В любом случае, люди сдаваться не собираются. Решение будет оспорено в краевом суде. Тем более, что эти 27 вкладчиков не единственные в своем порыве вернуть деньги. В других районных судах города идут аналогичные процессы. Евгений Гуляев, Степан Попеляев, Телевизионная служба новостей.